А вы, случайно, не журавлёвый тетя Маша, сын, который пропал? Где носила-то, а? Ой, да где только не носила. Лёшка! Большая какая! Привет. Здорово, Серёга. Я очень рад. Рад, что я вернулся. Рад, что ты мой сын. Что это? Это землетрясение на улицу, на улицу, быстро! Это не землетрясение, авария на шахте. По предварительной информации, на шахте произошёл взрыв. Сколько трупов? Пока 10. Много раненых. Чертежи где? Сейф около стола. 3-8, 3-8, 12. Отец был на шахте во время взрыва. Там нет пропавших без вести, а не труп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мам. А? А что это? Не знаю. Двое ночи. Так темно ночь почти. Ой, ладно, Гаря. Я на Балтике служил. Там перед штормом ещё не такое бывало. Вообще всё чёрное. Ну, перед штормом-то дождь должен быть, ветер, гроза. Ну, должен быть, в принципе, но не обязательно. Природа штука такая. Ладно, пойдём, Галя. Мне это всё равно не нравится. Ой, я про Мишу слышала. Ты не отчаивайся, он найдётся. Ну, ты же помнишь, Маш, нам давно говорили, если авария, надежда есть, пока всех не достать. Да будет, спасибо. Люди, быстро берите всё, что вам надо, и по домам. Ой, а что случилось-то? Туман. Туман? Ну, я такого в жизни не видал. Такой плотный. В метре ничего не видать. Уже скоро опустится на город. Да у нас с рот такого тумана не бывает. Дядь Дим, я что, придумываю, что ли? Давайте быстро по домам. Понятно? Тётя Маша. А? Давайте, я вас до дома доброшу. Садитесь в машину. Боже, Господи. Лена, садись. Давай. Доброе утро. Доброе. Поспали хоть немного? Так. Пара часов. Как нога? До сих пор ещё болит? Что с электричеством? Как ситуация? Ничего не изменилось. С того момента, как вчера ночью включились аварийные дизеля, ну, когда затрясло, электричества так и не было. То есть все здания шахты по-прежнему на автономке жрут солярку. Так точно. Несладко. Проводи-ка ты меня к стационарному телефону. Бесполезны сейчас мобильники. Может быть, вам пора связаться? Наши все снабжены ими. Вот, пожалуйста. Мне надо позвонить на метеостанцию. А другого способа связаться нет. А наши мне не нужны. Справочник есть местный? Никак нет. Отлично. А с этим что? Что, гудка нет? Значит, телефонная подстанция обесточена. У них, наверное, нет аварийного генератора. Потрясающе. Электричества в городе нет. Никакой связи тоже нет. Так и до хаоса недалеко. Люди волнуются. Уже небольшой сбор там устроили. Ладно. Я поговорю с ними. Проводи меня. А сам найди электрика и приведи ко мне. Меньше разговора, больше делаем. Раступили? Дайте пройти. Минуту внимания. Моя фамилия Зорина. Я старшая на объекте во время чрезвычайных ситуаций. О чем вы нас раньше здесь никогда не видели? А у вас что-то подобное уже было? Ситуация тяжелая. На момент аварии мэр и его заместитель находились на заседании у губернатора. Сейчас они, наверное, едут сюда. Начальник УВД, полковник Титов, погиб у себя дома в результате пожара, спасая семью. Поэтому до каких-либо дальнейших изменений в городе, а тем более на объекте, старшая я. Ну так объясните, что происходит-то? Там нашим шаг. Спасать их надо. Что вы ждете? Все вопросы решаются в рабочем порядке. Чем вызван обвал? Причины выясняются. Ну вы заладили, как в телевизоре. Причины выясняются, устраняются. Я прошу всех сохранять спокойствие. Да кто и нахрен спокойствие? Я там должен быть, у меня сменщик сейчас... Как только я получу достоверную информацию, я сообщу. Вы электрик? Да. Что у нас случилось с подачей энергии? Я же говорю, это не у нас. С городской подстанции сообщают. Снабжения с областной подстанции нет. Неизвестно почему. Связи-то нет. Ясно. Значит, энергоснабжение будет отключено все, кроме самого необходимого. Почему? Вам что-то известно? Электричества нет во всем городе. Вероятно, это последствия более серьезного инцидента. Так надо проверить линию электропередач. Вдруг это из-за взрыва? Так о том и речь. Проверить надо. Кто пойдет? Добровольцы есть? Ты машину водить умеешь? Пошли с нами. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чё? Мать твою, а? Чё такое? Харюк, чё орёшь? Ты чё тебе, белой, отконченный? Ты чё? Ты придурок, ты почему туалетами потёрся? Да я просто посмотреть хотел. Харюк, если с ними чё-то случится, нам же бошки всем подкрутят. Руки убери! Смойся отсюда, я тебя умоляю. Чё он быкует, а? Я чё вообще случайно? Я просто посмотреть хотел. Случайно бьют, отчаянно. Не слыхал? Иди посмотри, Свет, дай. Света нет, только газ. Окно открой. Слышь, Харюк, ты слышал, что хоть иногда нужно окна мыть? Чё, самый умный, что ли? Я мыл. Вот это да. Туман. Блин, Серый, может ты объяснишь, что происходит, а? А чё происходит, чё происходит, чё там? Как-то стрёмно всё это, нет? Я чё, не понимаю, ерунда какая-то. Слушай, Серый. Чё? А этот туман заказали те, кто нас наняли. Ну, для прикрытия. Миша, знаешь, лучше спишь. И вообще трепаться нужно меньше перед этим. А чё тут? Чё ты слушаешь спи? Иван, чё делать будем? Всё, чё вам нужно знать, отдаём его, когда можно. Забираем деньги, все сработали. Не хотите, заберу деньги сам. Когда встреча? В одиннадцать. Утро или вечер? Дня. Ну, а как же туман? А чём тебе туман помешал? По-моему, очень даже в тему. Вот и правильно. Серый, куда? Куда подальше от рук твоих кривых. И вообще убери давай быстрее здесь. Кстати, Серый. А? Ну, серьёзно, что насчёт тумана? Лох. Леночек, доченька, отец не возвращался? И в больнице ничего? Ничего. Значит, что? Погиб? Нет. Не смей так думать. Ещё ничего не известно. Вот это самое страшное, мам. Неизвестность. Нельзя терять надежду. Никогда, никогда, слышишь? А Дениса хоронить когда будут? Дениса? Не знаю. Ты узнавала в больнице, как я просила? Да. И его там нет. И в морге нет. Я тут это, вот, принёс. Это твоя сменка. Совесть замучила. Какая совесть? Журалёва, да ты чё, прикалываешься, что ли? Да не брал я её, это пацаны спрятали. Пацаны спрятали, а ты прям нашёл, да? А я прям нашёл. Я полдня, как дура, после физры в кроссовках и платье проходила. Блин, Журалёва, да ты чё, я-то тут при чём? А я... Я нашёл, думал, тебе надо. И чтобы ты не расстраивалась, принёс. Блин, вот и делай, после этого добрые дела людям. Лен, можно тебя на минутку? Сейчас приду. Валера, да ты просто идиот. Да, ты придумал самый дурацкий способ подкатить девчонке. Она теперь на меня злится. Ну да, думай, что это я украл. Ну понятно, что я, но по легенде-то не я. Это всё, говорю, тыкву тебя набью, понял, когда увижу тебя? Чего не... Прости. Я просто расстроилась сильно. Спасибо тебе. Это очень приятно, что ты сделал. Слушай, может, зайдёшь, пообедаем, мама приглашает. Так вот, поболтаем. Ага. Пойдём? Да. Мам! Валера, ты гений. Я тебя обожаю. Неужели про него забыли? Он там до сих пор, в машине! Нет. У мамы так нельзя. Доченька. Доченька, ты куда? Я должна его найти, мам, понимаешь? Вдруг его там собаки грызут. Грызут! Обо мне-то подумай! Ещё не хватало тебя потерять! Я скоро вернусь, мам. Поняла, конец связи. Вы на шахте работаете? Нет. Отец? Он там был, когда... Где служили? В армии, как все. То есть, картошку чистили? Ну, в основном, да. Не надо мне лапшу на уши вешать, молодой человек. У меня глаз намётанный, потому вас и выбрала. Спецвойска? Спецвойска. Ты на дорогу смотри. Хочешь, сам за руль садись. А вы у нас кто? Форму вижу. Непогонный нашивок. Ну, потому что их нет. Да ладно, все же знают, что на шахте не угли добывается. Да вы что? Да вообще-то знать не должны. Да бросьте. Там же люди работают. Неужели вы думаете, что семьям не рассказывают? Я, например, с десяти лет знаю, что на шахте уран добывает. Ну, допустим, что это так. В контексте нашего разговора это что-то меняет? Меняет. Это заставляет меня думать, что вы из военной разведки. Я тоже глаз намётанный. А вы на дорогу смотрите своим глазом намётанный. Приехали. А далеко ещё? Отсюда не видать. Это типа юмор был. Пошли пешком. Ну, вот, собственно, и пришли. Осторожней! Что? Плохо дело. Покажи. Кажется, сломал. Больно-то как? Беда. Что делать? Придётся тебя на себе нести. Вы оба оставайтесь здесь, а я пойду посмотрю. Слушайте, ступайте оба, а! На обратном пути заберёте меня. Ничего со мной не случится. Женщина, туда нельзя. Простите, я мальчика ищу сына, шесть лет ему, понимаете? Нет, там нет детей. А в других палатах нет детей? Нет, к сожалению. Скажите, а списки пострадавших или что-нибудь, пожалуйста, помогите, а? Списки я не знаю, но если я увижу мальчика, я вам сообщу. Как вас зовут? Так, Катя. Ой, Наташа, извини. Там ребёнка привезли, сильно пострадал. Идём быстрее. Извините. Ничего. Мороженое. Какое мороженое-то, а? Ты же это третья по счёту будет. Ты лопнешь. Смотри, смотри, где? Да вот где. Иди сюда. Мой хороший. С мамой посиди немножко, ты бегаешь, бегаешь всё. Ну, короче, молодец. Мам, почему папа с нами не живёт? Ну, потому что папа много работает, я же тебе говорила. А у Юры из садика тоже много работает. Он забирает его всегда. И у Саши тоже. Ну, твой папа, он больше работает. Так, знаешь, давай-ка побегай, а то ты что-то засидел. Давай. Просто я не хочу, чтобы ты плакала. Что? Ты иногда плачешь, когда он уходит. Я слышу, просто мне тебя жалко. Малыш, ты не волнуйся, ладно? Всё же хорошо. Просто девочки, они вот, они иногда плачут. И это нормально. Как? Ну, вот так как. Давай бегай иди, разговорчивый. Давай. С вами всё в порядке? Ленка. Ленка. Ты откуда? Ушиблась? Ушиблась? Так, пойдём в машину, я посмотрю. Сегодня в городе опасно. Давай мы тебя домой отвезём. А то мало ли что, аккуратней. Что? Антон, Тань, домой я не поеду, мне к Денису надо, на место аварии. Подвезите, а? Ну, вообще-то к отцу ехали в больницу. А, ну, если нет, я пойду. Ну, ничего. Садись. Быстро в машину, мы тебя отвезём на место аварии. Давай. Аккуратно. Садись, садись. Спасибо. Спасибо. Садись. Девушки отдыхают. Стойте! С ума сошла! Стойте! Там человек! Девушка, вы ошибаетесь! В машине был человек! Да говорю, там не было никого! Где он? Она не так сказала. Я не могу никого! Там парень был погибший. Тело уже увезли. Да говорю же вам, там не было никого в машине. Не было никакого парня. Дина! Стоп! Что? Провод. А его можно трогать? Да, конечно. Один раз в жизни. Да шучу я. Это же провод с нашей стороны, значит точно не под током. Это не обрыв. Как будто обрезан. Нет, не обрезан. Оплавлен. Как при высоких температурах. Да не тут все, как они. А что скажете? Странно. Более чем. Что надо ехать в город и сообщить о проблеме. Нет. Сначала наметил станцию. Папу. Папа. Ой, я тоже. Извини, я задремал. Ну, а чего ты хотел? Двое суток на ногах. Давай-ка, давай-ка, пойдешь. Давай-давай. Давай, сейчас, сейчас, сейчас. Столько пострадавших, все, несут и несут. Так, давай-ка. Чайку. Черт, извини, кипятка нет. В общем, мрак. Я Танюшу привез. На подмогу Еленку Журавлеву. Ага. Они там. С медсестрами. Да, помощь нам нужна, нужна. Только тебя мне порадовать нечего. В общем, из тех, кто был на шахте, никто пока не может толком рассказать, что там произошло. Они еще без сознания. Да нет. Один вчера умер прямо на операционном столе, а второй через час после операции, не приходя в сознание, в общем, достал нас. Ты давай ешь, ешь. Что ты, ешь? Что ты улыбаешься, ешь? Да, да. Виктор Андреевич, пациент ваш в себя пришел. Это один из актеров. Ну-ка, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. 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 Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Помните что-нибудь? Как вас зовут, помните? Олег. Хорошо. Пичукин. Пожалуйста, расскажите, что случилось там, в шахте. На нас напали. Кто? Не понял. Люди в масках, с оружием. В шахте. Как они там оказались? Там же охраняемый объект. Солдаты. Старый вход в штольню. Он когда-то был заварен. Видимо, через него. Ну, все, хватит. Хватит. Подробности подумай. Пожалуйста, никому больше не говорите того, что сказали нам. Никому. Готовь операционную. В операционную быстро. Ну-ка, мама, мамочка. Мамочка, как больно. Не волнуйся, все будет хорошо. Не волнуйся, все будет хорошо. Пожалуйста, посмотрите еще раз, а? Девушка, ну нет, его тут. Ну, вы не волнуйтесь, это еще ничего не значит. Списки пока не полные, тут столько всего. Хорошо, а вот все поступившие, они должны же регистрироваться в журнале. Ну, если мальчик был без сознания, без сопровождения взрослых, мы не могли его оформить? Ну, подождите здесь, пожалуйста. Сейчас я уточню, подождите. Покажите. Журавлев, Михаил, не поступал вам в шахты? Нет. Моя Фанасьевна, ваш с ним там на пожаре, вы не видели, Павлика, я не могу его найти. Не видела. Девочка, ну что это, что это, что это, что это, господи. Тихо, тихо, тихо. Вот оно, наша метеостанция. А толку-то, если света во всем городе нет, что нам здесь скажут? Все нам подскажут, не волнуйся. А вот и генератор. Да может, оно в холодильнике, вот ключевое пиво охлаждает. Так хоть выпьем. Вот, пожалуйста, посмотрите сюда. Это показания приборов до вчерашнего взрыва на шахте. А что это значит? Ну, а что это значит? Наша метеорологическая служба не сталкивалась с подобными аномалиями лет так, я думаю, цать. А может, и никогда не сталкивалась. Ну, а что это туман? Туман? Ну, туман очередная аномалия какая-то. А он опасен? Ну, как туман может быть опасен? Туман он просто очень густой. И, судя по показателям наших приборов, скоро он рассеется. Ну, а точнее, когда? Бог располагает, а метеоролог предполагает. Конкретно? Так. Ну, думаю, через несколько суток. У вас это, все здесь есть еда, питье? Или подвезти что-нибудь? Вот, смотрите. Затариваюсь на две недели и живу здесь. Отлично. Наблюдайте за мете условиями, это важно. Руравлев, поторопитесь, нам еще потерпевшего в больницу везти. Прощайте. До свидания. Женщина военная, вот это вот аномалия. Это не аномалия, это стихий написали. Спасибо. Пожалуйста. Держи. Журавлев, а у меня к вам просьба. Просьба? Да. Нужно как можно скорее выяснить, что у нас со связью. Есть контакт с внешним миром или нет. Что я должен сделать? Так, я сейчас на шахту. Надо проверить все передатчики там. А вы давайте в милицию. Скажете, что от меня. И там тоже есть рация. И как только будет какая-то информация, сразу дай знать. Все сделаю. Я на связи. Поднимание. В городе объявляется чрезвычайное положение. Пройдущих жителей оставаться в своих домах. Мы не придем в комендантский час. Черт, этого нам еще не хватало. Почему? 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 Патрули по улицам, пусть ты не догоняешь. Так ну и что? Все равно еще не видно. Вы можете шуметь. Ребята, идиоты. Что это, что это? Стой! Ну где ты, гнида? Что же ты мне? Что, хочешь просто бежать, что ли? Вы что, набегался, спортсмен? Еще один такой фокус. Я тебе руку прострелю. Тихо. Кобяк, спрячься его. Черт, подъезд. Что? Быстро, говорю. Здрасте. Эй, парень, слышал выстрел? Мне кажется, там стреляю, я не знаю. Руки на капот. А что такое? Что такое? Что у тебя там? Где? Там чертежи. Архитектор, что ли? Я тучусь только. А что такое? Что происходит? Ладно, студент, говори, кто тут куда побежал? Говорю, там, кажется, стреляли, но не знаю точно. Кажется, туда кто-то побежит. Кажется, туда кто-то побежал. Кажется, туда кто-то побежал. Кажется, там, кольцо. Кажется, там, кольцо. Кажется, там, кольцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кровь. Ах ты, черт. Не врал пациента, не бредил. К сожалению. КОНЕЦ Горобой-то веселее. Червячки хоть шуршат. Может, не работает просто? Да как не работает? Работает. Огоньки горят. Огоньки – это хорошо. Может, приемник сдулся? Угу. Все разом сдулось. Ну что? Ну, баранки гну. Та же хрень. Дом ничего не фургичит. В телевизоре серые полосы, радиоспутник ноль. А я интернет смотрел, тянет. Разогнался. Меня в одноклассниках ждут. Ты в контакте, блин. Может, от подземного толчка кабель повредился? Ну, от взрыва на шахте. Ребята, я, может, тупой, но они эти телерадиоволны, они так же типа по воздуху распространяются? Вроде того. Так им что мешает? Да они же не сами. Их транслировать от точки А до точки Б надо. Ретранслятор, наверное, сломался. Ну да, похоже на то. А он где находится? Да здесь недалеко. За городом километра два. Вызывает Куприянов. Вызывает Куприянов. Срочно мне пару человек на шахту. Тут кое-что. Сделаем, товарищ майор. Это Антон? Скажи ему, что я здесь. Куприянов, тут тебе привет от Журавлева. Леха, здорово. Ты что в отделе делаешь? Давай, дуй сюда. Твой опыт пригодится. Да, дружище, скоро буду. Жди. Леха, дружище, скоро буду. Куда живет теперь? Погорельца. На маминой квартире поживем. Что скажешь? Аккуратно сработали. Срезали автогеном и аккуратненько вынесли дверь. Все предельно просто, если знать, что делать. Но эти явно знали, что делали. Пошли. Постой здесь, ладно? Леха, ты хоть комментируй что-нибудь, а? Гляди. След от ботинка. Ни о чем не говорит. Я же не эксперт. И не Шерок Холмс. Может, ботинок армейский? Молодец. Я тоже так думаю. Нитки. Что ли, не узкое? Шли, скорее всего, по двое. Тут, видимо, не разминулись. Один зацепился и кусок отодрал. Ну, да, смотри, сколько следов. Ага. Человек десять было, а то и больше. Давай дальше. Вот, вот гильзы. Здесь их немного. Видимо, основное место стрельбы как раз под завалом. ЧТД. Что? Что и требовалось доказать. Да. И оружие у наших таинственных нападавших, такое, как у спецназа. И оружие? И оружие, и амуниция. Да и вообще, для кучки бандитов они действовали слишком сложно. Здесь работала соработавшаяся команда. Я ничего не понимаю. Леха, у меня мозг вскипает. Кровь. Тут еще есть, вот. И вон там. Ты посмотри, как они расположены. Ты думаешь? Что здесь? Давай-ка я попробую. Живой. Срочная скорая, нужно везти его в больницу. Понял. Понял. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арион, 30. Я Хром. Как слышите? Прием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Майор Зорина на связи. Как слышите? Прием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где я? Очнулся, гад. Говори, кто тебя послал. А то сдохнешь прямо тут. Зачем наши актеры напали? Только прекратите. Хватит допросов. Он человек, которому нужна помощь. Везите. Уйдите отсюда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Ну что, где здесь прием в стеклотах? Идай же деньги. Мы вовремя. И что, кому ты предъявляешь? Деньги нужны, и жди. Или ты хочешь, чтобы он себя как сувенир на память оставил? Да ты не психуй, я так сказал. Ну долго мы здесь маячить-то будем? Пухлый, пошли в кусты заляжем, передохнем. Да нет там никого, и не предвидится. Серый, походу кинули нас. Не, ну может случилось чего? Ну что теперь делать-то будем? А что пухлый, давай прямо заночуем здесь. Профессора съедим. Рот закрой-ка, сиди в карауле черное. Гарик, пойдем, пойдемте. Э! Стой, кто идет! Идет, кто спрашивает, стоять! Кто такие? Что здесь делаете? Гуляем, просто, а теперь нельзя. Нельзя, карантин. Какой еще карантин, не имеете права. Имеем, мы отведем вас в безопасное место. Пройдемте. Не-не-не, ребят, мы лучше домой пойдем. Пойдем. Не, ну вы хотя бы объяснили, что за карантин, так понимаешь, идем, никого не трогаем, гуляем, дышим воздухом. Ах ты, сука! Горик! 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 Твою мать! Скоро туда нельзя! Горикова убили, бежим скорее, это у нас всех перестреляет! Убит. Этот тоже. Смотрите подкрепление, сообщите на базу! ЧП на мосту, вызываю подкрепление. Вон! Стой, сука! Харёк, давай быстрее! Рассредоточиться! Стоять! Не двигаться! Что с ним? Убит. Говорят, солдаты какие-то на том берегу, в противогазах. Что происходит? У меня нет оружия, опустите автоматы! По какой причине введён карантин? Информации нет. Я не могу вам ничего объяснить, я всего лишь выполняю приказ. Зачем проникнуть в жан? Для диверсии. В это время в городе должны были похитить учёного и документацию. Это ООН был целью. Это же из-за тебя всё. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова